Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим новую тему в курсе «Аналитические информационные системы». Тема называется «Информационно-аналитические системы». В отличие от предыдущей лекции, которая была посвящена системам поддержки принятия решений на основе математического моделирования, мы здесь будем рассматривать в большей степени черный ящик, то есть когда модель процесса нам досконально не ясна. На прошлой лекции мы рассмотрели такую вот пирамиду, которая представляет познавательный процесс, и он сокращенно называется «DIKV» — это сокращение от «Data», «Information», «Knowledge» и «Wisdom». То есть когда человек вручную, ну самостоятельно без автоматизации полного цикла, то есть на каждом отдельном шаге у нас есть какая-то своя автоматизация, то есть первым делом у нас данные, что это такое, это набор символов, который не дает нам никакой возможности получать какие-либо ответы и задавать вопросы. Ну то есть это просто некоторая информация, представленная в виде баз данных. На следующем этапе, когда мы ее предварительно обработали, появляется некоторое понимание того, что у нас там внутри содержится. И это понимание, значит, ну в данной модели называется информация. То есть к ним относятся обработанные данные, и мы уже можем задавать вопросы кто, когда, где, что происходило. То есть это конкретные факты. Значит, дальше идет познавательный процесс, и мы приходим к состоянию, когда появляются между данными некоторые зависимости. Вот в данной модели они представляются как знания, то есть интерпретацией. И здесь мы уже можем отвечать на вопрос, как, каким образом вот эти зависимости проявляются. И на самом деле наиболее таким важным этапом анализа является понимание того, что мы, как мы можем предсказывать поведение системы в будущем. Вот. То есть вот этот вот самый wisdom, и он представляет собой воплощение знаний, то есть полученных на вот этом вот этапе knowledge. и это нас приводит к пониманию, почему те или иные тенденции имеют место, и как дальше эта система будет развиваться. Ну, и также мы предполагаем, что первые три уровня не относятся к прошлому, то есть это то, что было, а нас интересует то, что будет в будущем. И вот этот процесс, он в некоторой степени соответствует тому, как я когда еще в школе учился, мы изучали социологию, обществоведение, да, и там вот изучали познавательный процесс согласно теорию Владимира Ильича Ленина. И вот эти вот четыре этапа, они как раз соответствуют этим этапам. то есть это сначала восприятие, потом осознание, я не помню, как они там точно называются, но идея такая, потом суждение, тут полностью совпадение, и третье, и четвертый этап – это практика. И вот практика, она является целью, основой и, в общем, как бы самым базовым элементом этого познавательного процесса. То есть на основе практики как раз каждый из этих этапов, ну, за исключением, конечно, восприятия, потому что восприятие делается больше на некотором интуитивном уровне. Ну, то есть получается, что данная модель, представленная в иностранной книжке, она вполне хорошо подходит под понимание именно философской базы под познавательным процессом. Что касается автоматизации. Автоматизация представляется вот некоторой трансформации этой модели, точнее адаптации к вычислительному процессу. То есть, опять же, снизу у нас есть данные, получаемые из всех возможных источников, но в отличие от тех данных, неформализуемых, что ли, да, в большей степени на предыдущем слайде. Здесь же у нас база данных, она, по крайней мере, мы знаем некоторую мета-информацию, то есть информацию об информации, то есть какого типа данных, как устроены там таблицы, в которых, как правило, все это хранится, или какие-то другие источники данных. То есть у нас есть определенное описание. Вот. Первым этапом в этом вот познавательном, да, по сути, процессе является также обработка, но цель этой обработки – это получение из всех хранилищ данных вот этого дейтасета. я буду дальше этот термин использовать как английский, но он более удобен. И вот в дейтасете, так как в этом наборе данных, который будет дальше использоваться для дальнейшей обработки, нам очень важно, чтобы хранимая там информация, она была релевантна к нашей задаче, очищена, трансформирована и организована. Вот цель данной лекции как раз будет посвящена именно вот этому этапу в большей степени. Это извлечению данных и очищению, и представлению в каком-то промежуточном виде. Дальше что происходит? Мы, новые алгоритмы, какие-то там, да, занимаются выявлением зависимости между столбцами дейтасета, например. То есть выявляются полезные тенденции и, ну, конкретные зависимости в виде, например, каких-то корреляций и тому подобные вещи. Либо просто параметры случайных величин можно также высматривать. И последним шагом является анализ рисков. Ну, я так понимаю, что этот термин несколько узкоспециализирован, да, в иностранной литературе. Ну, в общем, задача на этом этапе состоит в том, чтобы проанализировать неопределенности в найденных зависимостях. Ну, то есть сравнить, например, то есть протестировать гипотезу, да, посмотреть, какая вероятность их проявления на самом деле по случайным величинам, или посмотреть, провести проверку проявления конкретных зависимостей на каком-то конкретном примере. Вот. В общем, среди вот найденных зависимостей нужно вывести те, на которые можно реально положиться. Ну, и вот этот виздом в будущем, он в данной схеме проявляется, как принятое решение и какие-то действия на основе принятого решения. Ну, типичный пример – это покупателей там продавать акции, да, на бирже. То есть мы анализируем данные с биржи, выявляем релевантную информацию, так смотрим тенденции, вот, задача торговли на бирже сводится, вообще говоря, к тому, чтобы с вероятностью 0,71 предсказывать повышение или понижение курса акций. Если автомат это умеет, то тогда прибыль можно получить. И вот в результате, после такого анализа, да, то есть мы можем там покупать или продавать акции. Вот эта третья схема, она уже является таким вот опосредованием первой и второй. Здесь вовлекается в процесс анализа данных, то есть мы здесь не полностью его делаем, да, а человек или лицо, принимающее решение, оно уже вовлекается в процесс. То есть, опять же, у нас есть исходные данные, мы получаем дейтасеты, здесь это все сохранено из предыдущего примера, да. Но дальше, третий этап, да, он тоже делается автоматически. Здесь проводится анализ каким-нибудь способом, о них мы потом поговорим в будущем. И задача этого анализа – представить полученную информацию в виде графиков, диаграмм и прогнозов. И это как раз и будет моделировать интерпретацию. То есть, здесь интерпретацию мы представляем в виде вот таких вот визуальных образов и конструкций, которые лицу, принимающему решение, дают полную информацию, ну, исходя из имеющихся данных, естественно, о процессе. И вот уже, собственно, на этапе принятия решения, лицо, принимающее решение, он каким-либо образом действует. Значит, я примеры приводил на прошлой лекции модель динамики управления древостоем, где предоставлялось несколько различных сценариев развития древостоя, и в соответствии с этими сценариями, и там несколько штук предоставлялось, лицо, принимающее решение. Лицо, принимающее решение, выбирал тот или иной сценарий в качестве исполняемого. На данном слайде представлена архитектура типичной информационно-аналитической системы предприятия, то есть, когда у нас очень много различных данных, они хранятся в разных подразделениях в том числе. И есть одно подразделение, которое занимается тем, что производит анализ данных и готовит для этого анализа предварительно организованное хранилище данных. Ну вот, информационно-аналитические системы, они также называются Business Intelligence Systems, состоят из трех уровней. То есть, источники данных, это вот часть в архитектуре хранилища данных, то есть, это специализированное хранилище, ориентированное на дальнейшую обработку. То есть, то, что хранит предварительные, так скажем, предварительные структуры и предварительные наборы данных для формирования вот этих самых дейтасетов. И этап анализа данных. То есть, вот он представлен этой верхней частью. Анализ данных, вообще говоря, в разных аспектах, включая тот, о котором я говорил на предыдущей лекции, то есть, построение математических моделей, это наиболее глубокий анализ. Вот. И начиная от самых простых, то есть, например, построение отчетов, таких типичных, построение произвольных запросов. То есть, отчет – это конструкция, она в каком-то смысле стандартизованная в отрасли, либо на предприятии. Ну, то есть, она быстро воспринимается лицами, принимающими решения. Вот. Но есть некоторые нестандартные задачи. Вот их как раз вкладывают в эти самые произвольные запросы. По ним тоже генерируются отчеты в виде тех же самых текстов, таблиц, графиков, диаграмм. Вот. Многомерный анализ. Значит, здесь задача стоит в том, чтобы между столбцами в дейтасетах определять зависимости. Ну, я о них также говорил, их там шесть основных штук. То есть, построение корреляции, решение задачи классификации. Третье – это таксономия, где вот в кластерный анализ используется. Четвертое – анализ информативной емкости атрибутов и объектов. Пятое – планирование эксперимента. И шестое – все то же самое, только для временных рядов. Ну, и последний, получается, пятый элемент – это извлечение знаний. То есть, задача этого этапа состоит в том, чтобы из полученных данных, то есть, из полученных зависимостей, строить конкретные распознающие процедуры, ну, например, правила экспертной системы. Вот. И реализовывать уже на их основе системы, основанные на знаниях, получающие, ну, конкретные результаты уже для новых входных данных. Процедура анализа данных, она выполняется поэтапно. И каждый этап – это, вообще говоря, это серьезная часть аналитических информационных систем. Вот. Что мы можем сказать про источники данных? То есть, это какие-то базы данных на предприятии, которые постоянно, ну, в общем случае, которые постоянно пополняются данными. И вот, как бы мы могли бы организовать извлечение из этих источников данных информации и для дальнейшей обработки. Ну, прежде всего, мы должны понимать, что количество добавляемых данных в источник данных на предприятии, их, как правило, не так много, да, по сравнению с объемом хранимых данных, который был до этого, ну, получен, да, или организован. То есть, имеет смысл, вообще говоря, извлекать только ту информацию, которая была за течение предыдущего периода, была накоплена. И вот, в таком крайнем случае, ну, то есть, в наиболее сложном случае, имеет место процесс, относящийся к системам реального времени. То есть, нам нужно извлечь вот эти вот изменения источников данных за некоторый конечный промежуток времени, фиксированный. Более того, есть даже такие системы, где это производится достаточно часто, скажем, раз в минуту или даже раз в секунду. Ну, это какие-то предельные случаи, и здесь это реализуется, то есть, в этих случаях конкретно процесс реализуется специальным образом. Но, тем не менее, мы можем здесь говорить о том, что есть некоторое время на производстве, когда из вот этой базы данных в течение этого времени производится изымание или извлечение вот этих изменений источников данных. Это делается, как правило, опять же, в определенных транзакциях. И говорят о том, что вот существует OLTP, Online Transactional Processing. То есть, этот процесс как раз организуется, ну, вот этим вот образом. Вообще, цель извлечения добавить в наше хранилище необходимую информацию, которую потом имеет смысл обрабатывать. И вот, чтобы это сделать, производится вот трехэтапная процедура. Собственно, извлечение, преобразование. То есть, там различным образом производится трансформация информации, ориентированная на то, чтобы полученные извлеченные данные соответствовали структурам хранимых данных здесь и требованиям для дальнейшей обработки. Ну и, собственно, этап загрузки. То есть, добавление извлеченных данных в хранилище. После того, как данные извлечены, мы можем вот это хранилище данных специализировать под конкретную задачу. Ну, делается это разными способами. То есть, мы можем проводить аналогичную процедуру извлечению. Ну, как вот отсюда, да, мы можем то же самое делать и с нашим хранилищем данных. То есть, создавать специальное вторичное хранилище данных. Вот, их называют, ну, как вариант, это витрины данных, либо виртуальное хранилище данных. Почему это можем мы тебе позволить, да? То есть, виртуальное хранилище данных, они представляют собой, по сути, набор представлений информации в основном хранилище данных для обработки информации. А почему мы то себе можем позволить? Потому что здесь, то есть, в отличие от источников данных, где функционирование должно соответствовать физическому процессу на предприятии, здесь мы можем уже, так скажем, тратить больше времени на творчество, да? Это, беру в кавычки, потому что, на самом деле, там, конечно, тоже время ограничено, но, тем не менее, мы можем какие-то в процессе анализа, значит, структуры менять, запросы можем адаптировать к определенным задачам, заниматься каким-то дополнительным преобразованием, ну, например, построить вот эти гиперкубы из этих вот самых данных. Ну, то есть, у нас здесь уже есть возможность производить довольно глубокие манипуляции с данными с целью их адаптации к конкретному методу дальнейшего анализа. вот, так что, вот, таким вот образом производится обработка информации в аналитических информационных системах. Представленное разделение между, вот эти вот три этапа, да, на предыдущем слайде, они, если вот обобщить полученную информацию, они связаны с тем, что к алгоритмам, или алгоритмы, которые используются на том или ином этапе, они очень сильно зависят от того, как мы смотрим на обрабатываемые данные. Ну, вот, с точки зрения уровня анализа данных, атрибуты в целевых таблицах, да, у нас представляются в виде вот такой классификации. То есть, атрибуты данных, они бывают, значит, числовые, либо не числовые, категориальные. Значит, числовые имеются в виду, что между ними, между элементами или представителями, или экземплярами, да, можно, например, использовать линейный порядок, то есть, сравнивать больше, меньше или равно, имеется в виду, что имеет смысл выполнять эту операцию. Вот, они бывают также интервальные и неинтервальные. Вот, а не числовые данные, то есть, каждый экземпляр представляет собой сущность, несравнимую с другими сущностями. То есть, это просто обозначение какого-то одного значения, отличного другого значения. Здесь выделяется вот чисто обозначение, они бывают двоичные, ну, то есть, там, мужчина, женщина, или, там, студент учится в данный период времени, или не учится в магистратуре. Вот, и не двоичные, ну, да, конкретные классы, ну, например, первый, второй, третий, четвертый, либо, там, трассный, зеленый, синий. Двоичные, опять же, делятся на симметричные. Ну, то есть, значения, как истинное и ложное, они встречаются часто. Ну, одинаковая частота, например, или несимметричная. Ну, и также среди вот этих, значит, этого подножества еще выделяется типы данных, которые тоже можно упорядочить, то есть, на них линейный порядок отдельно выдавать. Ну, вот, как пример, вот есть строки, да, обозначающие, ну, даже те самые, те же самые числа. И вот их интерпретация, этих строк в виде чисел, как раз включает в себя задание линейного порядка. Так что это точка зрения уровня анализа данных на атрибуты. А это точка зрения, точнее, это соответствие восприятия атрибутов, значит, с точки зрения базы данных. То есть, в базе данных мы про атрибут знаем, что это некоторый домен, то есть тип и процедура порождения значения, да. И вот в базах данных бывают, соответственно, атрибуты бывают текстовые, двоичные, целые числа, там числа с плавающей запятой. И вот как они будут отражаться на атрибуты анализа данных, значит, тут возникает некоторый вопрос. То есть, нам тут нужно будет принимать решения и в алгоритмы извлечения данных трансформаций в каждом конкретном случае внедрять процедуру адаптации. И вот автоматически это сделать достаточно затруднительно, если же мы не используем дополнительную мета-информацию. Ну, то есть, информация о том, что на самом деле, чем эти атрибуты являются. Ну, тут видно, например, что строкам и буллинам соответствуют как бинарные, небинарные атрибуты, а также, в принципе, можем какой-то порядок на них воспринимать. Целые числа, ну, тут очевидно, они являются, значит, атрибутами ординал, да, порядковыми. Ну, а целые числа и числа с плавающей запятой тут, опять же, тут надо смотреть. Они относятся к интервальным значениям, любые какие-то конкретные значения в пространстве значений. Ну, и также есть значительное различие к требованиям к хранилищу данных. Ну, вот, к информационной системе, значит, нам важно, чтобы степень детализации хранимых данных была как можно более детализированной. Ну, для того, чтобы можно было хранить, как это сейчас называется, цифровую тень объекта. В то время как в аналитической системе хранение допускается детализированных данных, потому что, на самом деле, мы же можем в любой момент обобщенные данные там посчитать без проблем особых. Значит, качество данных. Здесь, то есть в информационных системах ошибки, вообще говоря, недопустимы. Тогда мы, получается, будем иметь неадекватную информацию о состоянии объекта. Вот, в аналитической системе ошибки допустимы, и в некоторых алгоритмах даже можно указывать для каких конкретных экземпляров или столбцов, применять какие-либо предварительные преобразования, либо фильтры для того, чтобы подготовить, ну, или на очередном этапе подготовить дейтасет для дальнейшей обработки так, чтобы алгоритмы, в принципе, могли их обработать. Значит, формат хранения данных в информационных системах, как правило, используются революционные таблицы сейчас, и этот формат должен быть зафиксирован для того, чтобы различные подразделения могли единым образом взаимодействовать с этой базой данных и, грубо говоря, не заморачиваться над тем, чтобы их какие-то данные определенным образом переформатировать и записывать в общее хранилище. Вот, а в аналитике здесь важным аспектом является производительность алгоритмов анализа данных, и для того, чтобы ее повысить, иногда можно преобразовывать формат данных, то есть создавать предварительный этап именно преобразования и адаптации. И эти форматы, они, кстати, не обязательно должны быть революционными. Вот, один из примеров самого простого дейта майнинга – это построение деревьев решений. Вот, там используются древидные структуры. Конечно, в принципе, конечно, можно их представить и революционных таблиц, но потом работать с ними будет неэффективно. Значит, избыточность данных. Допускается, в информационных системах допускается контролируемая денормализация, ну, то есть выход за третью нормальную форму, она приводит, естественно, к избыточности. Делается для того, чтобы для стандартных процедур порождения отчетов можно было эти отчеты эффективно реализовывать. Но эти отчеты, как правило, не представляют собой результаты анализа данных, то есть это достаточно такие простые процедуры. Вот, а когда мы работаем, то есть реализуем анализ, тут очень важно, чтобы вот эта вот нормализация была максимальная. Делается для того, чтобы у нас не порождались какие-то дополнительные столбцы с неизвестным качеством информации, то есть является ли данный столбец линейным, линейной комбинацией каких-то других атрибутов или не является. Ну, то есть тут очень важный момент, именно связанный с тем, чтобы информация была достаточно сухо представлена. Управление данным. В информационную систему, естественно, вот эта информационная система, ее основная задача накапливать информацию, одна из основных, из трех. Здесь, естественно, должна быть возможность периодически добавлять данные. Вот здесь можно добавлять, удалять и изменять данные. В первом случае это, понятно, недопустимо, потому что мы цифровую тень же порождаем, то есть мы должны для дальнейших принятия решений хранить все данные. А здесь, скажем, алгоритм реализует анализ за пройденный период и конкретную, скажем, витрину данных, в конкретную, так скажем, часть информации из хранилища данных. Мы можем ее заполнять, обработать и, соответственно, оттуда удалить потом эту информацию и перейти к следующему, там, к цеху или к следующему периоду. Значит, качество хранимых данных должны быть доступны все накопленные в течение продолжительного интервала времени данные. Ну, я об этом уже говорил. Значит, здесь должны быть доступны все оперативные данные, требующиеся в данный момент. Ну, это, в принципе, как-то коррелирует с предыдущим пунктом. Характеры запросов. Ну, опять же, я об этом говорил, что запросы, понятно, что могут быть произвольные и они адаптированы к этой самой революционной структуре и их заранее уже готовят. Ну, то есть, перед тем, как внедрить информационную систему на предприятие, есть определенный набор отчетов. И вот эти отчеты, они заранее уже подготовлены. Ну, вообще, пример информационной системы, это вот один из бухгалтерий. Там вот эти всякие шахматки и тому подобные вещи, сводные ведомости. То есть, они уже заранее подготовлены. Но есть часть запросов для такого оперативного, что ли, управления. Да, вот они могут быть сделаны в каком-то другом виде. Я немного не согласен с этой ячейкой, потому что, вообще говоря, анализ данных, он включает в себе, опять же, так скажем, некоторые стандартизованные процедуры, да, вот как в таких программных продуктах, так как Microsoft Power Business Intelligence. Суть этих продуктов заключается в том, что информация в хранилище данных представляется вот этих в виде графиков, диаграмм. И перед этим производится такая предварительная обработка информации. То есть, есть некоторый набор графического представления, значит, той части материала, хранящейся в хранилище данных, которое можно представить как стандартизованное. Но, с другой стороны, анализ данных – это, вообще говоря, процесс творческий в некоторой степени. То есть, часть, скажем, работников подразделения, занимающихся анализом данных, она может заниматься развитием этого процесса. И тут, в принципе, справедливо можно было бы сказать, что и нестандартные запросы к данным тоже могут иметь место. Просто они другой характер имеют. Значит, здесь цель – это чисто оперативно узнать наличие или отсутствие того или иного факта. А здесь же мы, именно наша цель преследует найти зависимости от этих тенденций, паттерн и тому подобные вещи. Время обработки разнится. Значит, время отклика в информационной системе может составлять несколько минут. Ну, тут я тоже не совсем согласен. Это, конечно, зависит от того, какую, собственно, информацию представляет информационная система. Ну, а здесь время отклика в секундах – это, скорее всего, имеется в виду, что мы же в хранилище храним часть информации из информационной системы. И объем этой информации, он значительно меньше, чем в информационной системе, поэтому можем получать наши стандартизованные отчеты и диаграммы за некоторое приемлемое время. Характер вычислительной нагрузки в систему. Значит, здесь происходят периодические запуски процессов на выполнение, в том числе то же самое изъятие информации. Но требуется практически стопроцентная загрузка для решения этих задач. Значит, здесь же, если мы разработали систему анализа данных близко к реальному времени, то вполне можно подразумевать, что процессор будет загружен практически все время, но не на 100%. Ну, то есть, все время какая-то обработка будет идти. Но, опять же, я повторяю, что это зависит от задачи в большей степени. Ну, и приоритетность характеристик системы. Здесь в информационных системах важно, чтобы пользователи работали с этой системой независимо. То есть, вот эта транзакционная выборка информации очень важна, да, изоляция и тому подобные характеристики баз данных. Здесь же важно именно производительность и доступность. То есть, мы можем, вообще говоря, скопировать хранилище данных на разные машины и раздать аналитикам. И они могут без использования транзакции, это значит, что достаточно быстро, то есть намного быстрее получать доступ к данным. Ну, вот на этом слайде как раз доставлен, показано, что вот этот этап онлайн транзакционного процессинга. Ну, здесь, опять же, я предполагаю, что здесь имеется в виду, что не просто процесс изъятия, обработки записи и хранилища данных, но и какая-то его обработка, да, происходит непрерывно, да, вот как мы не следим. Вот. А более глубокий анализ он делается периодически и требует больше процессорного времени. Рассмотрим более подробно, значит, первый этап анализа, собственно, это извлечение, трансформацию и загрузку. Этот процесс в зарубежной литературе называется ETL, то есть Extract, Transform and Load, то есть Extract, это, собственно, вот эта стрелка, трансформация, то есть это преобразование к некоторому нормализованному виду, соответствующему требованию хранилища данных. Ну, и, собственно, загрузка, это сохранение полученной информации в хранилище данных. Ну, опять же, тут же решаются задачи устаревания этой самой информации, ну, то есть что конкретно мы в этом хранилище будем хранить. То есть этап удаления информации, его тоже можно, в принципе, к ETL отнести. Ну, опять же, другое представление процесса, более подробное, причем это, на мой взгляд, некоторый частный случай, частный взгляд. То есть вот у нас информационно-аналитическая система, вот она обозначена вот этим прямоугольником. Значит, с ним взаимодействуют операторы, то есть они вводят информацию. И вот в рамках вот этого OLTP, онлайн транзакционного процессинга, они в оперативное хранилище данных представляют свою информацию. По сути говоря, данные производственные, они хранятся вот в этом вот, вот в этой вот части изображения нашего. Оперативный источник данных. И есть еще другие внешние оперативные источники данных. Скажем, это данные из другого цеха и данные из других подразделений, какие-то, которые они готовы предоставить. Вот все это попадает вот в этот вот процесс ETL, то есть Extract, Transform and Load. Вот, и в конечном счете все попадает в хранилище данных, адаптированное уже для реализации подсистемы анализа данных, с которой уже работает аналитик. То есть это операторы, которые предоставляют новую информацию. В качестве оператора, кстати, могут выступать также какие-то элементы производственного процесса. Вот это интернет вещей, там производственный процесс четвертого поколения, индустрии 4. Сейчас это называется. И вот поток ETL состоит, вообще говоря, из двух потоков. Ну, в настоящее время, когда мы к процессу загрузки относимся достаточно серьезно, то у нас есть, собственно, поток данных, извлеченных из оперативных источников данных, и поток метаданных, то есть данных о данных. И они, как первые, то есть данные, как и метаданные, они подвергаются преобразованию. То есть данные у нас преображаются там в дейтасеты, и потом загружаются в определенные структуры данных, ну, в этапе преобразования, да, и помещается в хранилище данных. Значит, метаданные, они должны отображать процедуру преобразования. Вот в качестве метаданных вы, в оперативных источниках данных, является, ну, как минимум информация о типах атрибутов, да. Вот, а если же были введены метаданные о функциональных зависимостях, например, между атрибутами, то, соответственно, после преобразования данных в дейтасеты мы должны также преобразовать или каким-то образом учесть в новой структуре информацию о зависимостях. Также, если были какие-то заданные классификации над атрибутами, да, то эти классификации нам тоже нужно преобразовать, каким-то образом представить и загрузить в хранилище данных. Понятно, что внутри этого хранилища отдельно, ну, как правило, ну, если бы даже я и реализовывал это хранилище, то я бы отдельно держал в эффективных структурах уже дейтасеты, ну, или там предварительно обработанные данные, из которых можно эти дейтасеты получать. И в отдельной базе хранил бы метаинформацию. Например, в виде графов знаний. У меня есть отдельная лекция по графам знаний. ее можно тоже на ютюбе найти в моем канале. Вот там как раз используется вот вся технологическая база семантического веба. То есть можно задавать хранилище, указывающее на структуры в хранилище данных. И в процессе, в том числе производства аналитических действий, да, можно также производить и обработку мета-данных. Это позволяет, в частности, то есть обработка мета-данных, она позволяет, в частности, частично автоматизировать процессы визуализации. Если мы привязываем атрибуты из оперативного хранилища данных или хранилища данных аналитической информации к каким-то качественным характеристикам, то мы без особых проблем можем строить вот эти процедуры визуализации. И даже, в принципе, производить идентификацию параметрическую и структурную для математических моделей. У меня есть несколько статей на эту тему. Вот. Процесс более подробно представлен ETL. На этом слайде, то есть извлечение, оно может быть, собственно, извлечением данных, выгрузкой данных. Под этим много еще можно понимать и как-то по-разному интерпретировать. Я думаю, что тут все достаточно очевидно. Трансформация. Основная цель этой трансформации – это предварительная обработка извлеченной информации, направленная на поддержку вот этого самого анализа. Здесь можно производить обобщение данных. Предположим, нам не нужны они при полной детализации. То есть количество выпущенных деталей в течение одного часа. Скажем, нас интересует, например, количество выпущенных деталей того или иного качества в течение дня. Либо там деталей втулки. Втулки тоже разные бывают, да. А нам интересуют вообще, в принципе, все втулки. Потому здесь вот на этапе обобщения данных мы можем получать соответствующие данные. Перевод значений. Значит, в информационной системе мы можем сохранять данные, например, даже в разных единицах измерения. То есть в килограммах, в тоннах. То есть то, что удобно конкретному пользователю информационной системе. Но когда мы будем, скажем, математические модели строить, в лучшем случае, то нам необходимо, чтобы единицы измерения были в единицах измерения C. И это вот как раз один из этапов преобразования. Создание новых полей. Значит, здесь имеет место расщепление информации. То есть может быть такой атрибут, ну, в самом таком умозрительно простом случае, скажем, информационная система у нас не находится в первой нормальной форме. То есть есть атрибуты, включающие в себе там массивы значений. Так вот для каждого отдельного значения мы создаем, например, запись в какой-то специализированной базе данных. То есть новые поля. Даже новые таблицы можно создавать. Ну и очистка данных. То есть выкинуть то, что нам на самом деле не нужно. Ну, например, анонимизация. Убрать информацию о том, какой конкретно рабочий, какое количество конкретных деталей получил. То есть нам это не важно. Ну, понятно, что это в каком-то смысле она к обобщению тоже восходит. Дальше идет, ну, вот я потом покажу книжку. Важный этап – это преобразование вот этой вот очищенных там значений в структуры, которые поддерживает хранилище данных. То есть это отдельный этап, вообще говоря, выделяется. И вот уже, собственно, после этого производится загрузка хранилища. Вот эта ошибка, когда я сделал данных непосредственно. Либо там очищение предыдущего хранилища, предыдущего состояния хранилища. Это тоже относится к этому этапу. Так, чистый момент. Очистка выполняется на следующих уровнях данных. Значит, на уровне одной ячейки, что можно исправлять. Орфографические ошибки – это, кстати, одна из таких очень сложных задач. В институте динамики системы теории управления Сибирского отделения Российской академии НОГ, где я работаю, на эту тему было несколько диссертаций даже представлено, как автоматизировать процесс обработок и ошибок. Там, например, исследовались вопросы того, как человек делает ошибки. Например, там ближайшие буквы может на клавиатуре перепутать, либо он… Как вот, например, я, да? Я в школе предпочитал изучать правила русского языка, но не всегда эти правила можно эффективно приложить. Ну и, тем не менее, получается, что в тексте я иногда делаю ошибки, вот, и эти ошибки как раз нужно исправлять, да. Значит, пропущены данные. Ну, это вопрос такой, что вот есть разные алгоритмы обработки информации в смысле анализа, то определенные алгоритмы, они, наверное, не терпят отсутствия данных. И в этом случае принимается решение, значит, как мы будем предварительно обрабатывать информацию, чтобы эти алгоритмы потом могли функционировать. Один из способов, например, это посчитать среднее арифметическое по столбцу, да, и заменить его, скажем так, наиболее вероятным значением. Ну да, собственно, наиболее вероятным значением, либо вообще удалить столбец, в котором есть хотя бы одно пропущенное значение. Ну, тогда мы, конечно, теряем информацию. Ну, и вот на этом этапе нам нужно принимать решение. Фиктивные значения. Ну, тут мне трудно комментировать. То есть, как их очень трудно, то есть, как их вообще выявлять, какие значения являются фиктивными. Ну, вот, на скидку под фиктивными значениями можно понимать значения, которые из общей статистики вываливаются. Ну, какие-то измерения, например, сделанные в неоптимальных условиях. Логически неверные значения. Значит, здесь очень такой интересный момент. То есть, если мы знаем функциональные зависимости между атрибутами, да, ну, то есть, что примерно от чего зависит, то мы можем попробовать посчитать значения в соответствии с этими зависимостями и сравнить с теми, что в ячейках реально находятся. И вот в случае, если они сильно отклоняются, да, то мы можем считать их логически неверными. Значит, другой, так скажем, аспект этого состоит в том, чтобы, ну, хотя бы проверить тип данных. То есть, может случиться так, что мы выгружаем значения в виде comma separated values формата, да, то есть, таблицы с разделенными столбцами запятыми, то в каком-то столбце вдруг может появиться выпадающее значение другого типа. Ну, это обычно бывает, например, с эксельными таблицами. Закодированное значение. Значит, ну, тут разные аспекты. Зашифрованное значение, да, может быть, оно закодировано, то есть, оно изъято, например, с какого-то датчика, и оно не было приведено к, скажем, то есть, было значение какое-нибудь напряжение, да, на самом деле это градусы цельфи. Вот нужно осуществить их преобразование. Ну, и составные значения – это атрибут, включающий в себя массив, и что-то с этими значениями тоже нужно делать. Ну, тут на уровне ячейки. То же самое на уровне записи. То есть, мы можем, в частности, проверять, опять же, проявление этих самых функциональных зависимостей, соответствие типам данных, ну, это уже с точки зрения хранилища, да, наличие, там, ключевых значений, их идентичность, уникальность, то есть, соответствие типов, и так далее. На уровне таблицы – это, собственно, нарушение уникальности. То есть, на уровне записи нам нужно найти, так сказать, удостовериться в присутствии ключевого поля, а на уровне таблиц мы должны проверить уникальность этих ключевых полей по каждым строкам данных. Ну, и отсутствие стандартов хранения данных. Ну, тут вопрос такой достаточно широкий. То есть, что значит дублирующая информация? То есть, мы можем дублирование рассматривать с точки зрения наличия одинаковых строк, идентифицируемых одинаковыми ключевыми значениями. Либо она семантически дублирует. То есть, мы можем, в принципе, конечно, для каждой строки сделать собственный код первичного ключа, но на самом деле хранится там будет та же самая информация. И вот с этим нужно что-то тоже делать. Потому что не все алгоритмы анализа данных, вообще говоря, терпят противоречивую информацию и неполную информацию. Хотя, понятно, что вот сам процесс анализа данных адаптирован, адаптируется к таким вот задачам. Уровень одиночной таблицы, дублирование надо смотреть и множество. Одиночная база данных, прошу прощения. То есть, дублирование информации в разных таблицах одной и той же. И если у нас есть множество источников данных, нам тоже нужно отслеживать. В том числе объекты общие. Так, чтобы они одинаково идентифицировались и содержали одинаковую информацию. Ну, типичная проблема это с названиями улиц. То есть, в одних базах данных, например, используют сокращение бульвар Гагарина, на котором стоит математический факультет Иркутского государственного университета. А где-то написано бульвар Гагарина, а где-то даже улица Гагарина. Но, тем не менее, вот эти вот объекты, то есть, мы объекты на этой улице идентифицируем по этой самой улице. И вот нам нужно убедиться, что мы говорим про один и тот же самый объект. Очистку данных, вот как я говорил, выше можно делать автоматически. Не все, конечно, достаточно большой объем данных мы можем автоматически очистить. Собственно, выявить проблемы в данных, ну, путем задания определенных правил очистки данных. Предварительно их протестировав на каких-то тестовых данных. В том числе можно, например, использовать машинное обучение. То есть, представить системе машинного обучения таблицу, где есть примеры правильных и неправильных данных и построить какие-то решающие процедуры. Ну, вообще говоря, если бы я реализовал эту процедуру, я сделал бы это таким образом, чтобы полученные данные для загрузки, представленные для загрузки в хранилище данных, были размечены различными там цветами. Для строк номер красного я бы обозначил то, что подозрительное, то есть там, где какие-то закономерности нарушаются, либо данные невозможно отнести к определенному достоверному классу. Вот. То есть самостоятельно не стал бы это удалять, дал бы возможность лицу, принимающему решение, то есть лицо, принимающее решение о том, что мы очередную часть из оперативного источника данных загружаем именно корректных данных. Вот. И он бы уже принял решение удалять эти строки подозрительно, либо не удалять. Здесь важный момент именно указать, указать именно на эти строки, обратить внимание, аналитику, что вот здесь имеется какое-то нарушение по сравнению с обычным данным. Ну, это делается, естественно, на основе одного источника данных, либо на множество. Ну, я не буду тут повторяться, повторять предыдущий слайд, перейду к следующему. Обогащение данных. Ну, вот, предположим, нам нужно построить аналитику продаж в, скажем, в России, там вот обычно показывают Соединенные Штаты Америки по штатам. То есть есть конкретные магазины, у этих магазинов есть адреса, и вот нужно сопоставить место расположения магазина изображению в геоинформационной системе штата. Так вот, на этапе обогащения данных как раз мы добавляем в хранилище данных дополнительные столбцы, ну, например, это координаты географические, место расположения нашего завода. Ну, и просто берем из отдельных, из одной базы данных и добавляем их туда. Вот, либо мы преобразуем адрес к сокращению названия штата. Ну, например, там Вайоминг, по-моему, ВИЭЙ называется, и, соответственно, геоинформационная система потом ВИЭЙ преобразует в место расположения в географии, в картографическом произведении штата на карте Соединенных Штатов Америки. Ну, это первый вариант, да, обогащения. Второй вариант – это добавление информации из других источников. Ну, например, есть такая вот дебипедия, вам должны были про нее рассказывать на лекциях по семантическому вебу. В дебипедии очень много полезной информации о каких-то конкретных объектах, и вот эта информация очень полезна. Вот, например, можно дебипедию использовать для преобразования метаинформации. Предположим, мы генерируем или создаем программу для реализации свободных и обобщенных запросов, ну, то есть это порождение каких-то конкретных новых видов отчетов. Так вот, в отчете нужно англоязычные названия атрибутов для лица, принимающего решения, нужно писать в удобной русской форме, да, русские переводы. Так вот, можно на дебипедии запросить, либо вот какой-то там в системе автоматического перевода, например, Google Translate, да, запросить переводы этих терминов и вставить их в отчет. Вот один из примеров обогащения данных. Ну, либо, если вот конкретно для конкретной аналитической процедуры не хватает, например, статистических данных, вот их можно еще запросить в каком-то другом учреждении, также добавить их в формилище. Ну, вот таким образом можно сделать такое заключение, что процедура извлечения, преобразования и загрузки, она ориентирована на то, чтобы создавать удобные формы представления информации для дальнейшей обработки, обеспечивать к ним доступ, то есть, в принципе, все те характеристики, которые обычно справедливы для информационных систем, мы также их приписываем и хранилищем данных, но только это наше хранилище данных, аналитическое, предназначенное для аналитических расчетов, она должна обладать другими, соответствует другим требованиям, то есть, вот разделение данных, и она должна позволять их в оперативную обработку, направленную на анализ непосредственно. Ну, на этом слайде приведено формальное определение хранилища данных, предметно-ориентированный, интегрированный, неизменчивый, поддерживающий хронологию набор данных, организованный для цели поддержки принятия решений. Ну, здесь имеется в виду, надо прокомментировать, имеется в виду тот факт, что вот на этапе, то есть, когда, собственно, анализ производится, данные меняться не должны. Это раз, во-вторых, они должны быть привязаны к какой-то пространственно-временной точке. Почему? Потому что информация в оперативном источнике данных, она динамическая, то есть, не бывает статических производств. Ключевые характеристики хранилища данных – это предметная ориентация, ориентация на, в частности, анализ данных и на предметной области, которые, в рамках которой анализ данных производится. Значит, интеграция данных из разных источников, поддержка хронологии и неизменяемость в процессе анализа. Иначе мы можем получить, каждый раз, запуская один и тот же метр, получаем разные результаты, и вот тут возникнет фундаментальная проблема того, какие из этих результатов признавать правильными, а какие – нет. Что касается анализ данных, ну, я уже говорил, это отчеты, произвольные запросы, многомерный анализ данных, извлечение знаний, ну и тут я добавлял еще построение математических предсказательных моделей. Вот, и вот многомерный анализ данных, здесь почему-то к нему прикручен ООЛАП, онлайн аналитика в процессе, они немножко разнятся, и их различия мы будем рассматривать в следующей лекции. Ну, в принципе, если грубо, да, можно ООЛАП рассматривать, как частный случай многомерного анализа данных. Фигламентные отчеты. Это вот один из, будем говорить так, простых, хотя на самом деле не обязательно простых, но, скажем так, стандартизированных в рамках предприятия, вариантов анализа. То есть, цель построить документ, он содержит там заголовок, какие-то итоговые значения в подвале и таблицы информационные. В том числе, рекламентные отчеты могут в себя включать различные графики и диаграммы. Но суть стоит в том, что вот в хранилище данных делается определенный набор запросов, он алгоритмически обусловлен, и в результате мы получаем предсказуемый набор данных. Из этого набора данных мы уже строим конкретные отчеты. Ну, то есть, это, так скажем, способ представить необходимые наборы информации для лица, принимающего решения, в виде стандартизованных, понятных ему отчетов. Есть много разных систем автоматизации, в том числе Crystal Report, компания, например, SubAction или Gesellschaft, в том числе, есть продукт Oracle Reports, Oracle в 1С, очень много различных отчетов генерируется. Но они такие более узко специализированные, хотя тут трудно сказать, что они узкоспециализированные, они даже 10 аспектов деятельности уже автоматизируют, то есть, бухгалтерский учет, учет склада там и тому подобное. И в каждом из этих вот настроек существуют свои формы отчетности. Jasper Records – это открытая система, в том числе она поддерживает порождение вот этих вот отчетов. Следующий вариант анализа данных – это произвольные запросы. Значит, здесь, ну, так скажем, в самом крутом случае, в самом сложном, аналитик. У аналитика есть какой-нибудь инструмент автоматизации построения запросов. То есть, если аналитик, ну, понимает структуру данных, хранилище данных и владеет языком SQL, то ничто ему не мешает просто написать новую процедуру порождения, ну, стандартизованного, да, в кавычках отчета. А если же аналитик не обладает такой квалификацией, то для него можно разрабатывать интеллектуальные пользовательские интерфейсы, которые на основе хранимых в хранилище метаданных позволяют ему самостоятельно отстроить эти самые запросы. Ну, вот в тех системах, которые я пытался установить, ну, я тут каждые две недели готовлюсь к очередной лекции. Вот, я установил, например, программу метабейс, и вот в этом метабейсе, по сути говоря, конструктор запросов, это конструктор SQL-запроса для человека со средней коллективацией. То есть, он, например, понимает, что такое группировка, что такое сортировка, тому подобные вещи. Ну, а наиболее высоком уровне конструктор запросов можно было бы строить на основе анализа технического, например, английского или русского языка. То есть, прямо на русском языке писать, что нам требуется внутри нашего отчета. То есть, какие имена полей нас интересуют, какие итоговые значения, заголовки, либо определять это в процессе диалога. Есть много уже в 80-е, 70-е годы обработка естественного языка, понимание естественного языка. Ну, и сейчас, кстати, вот эти всякие разные голосовые помощники, это вот один из способов как раз реализации конструктора запросов. То есть, по сути, нам нужно сгенерировать SQL-запрос, выполнить и, опять же, представить результат в виде вот такой вот формы. Ну, и системы, которые есть, Oracle Discover IBM, Cognos Business Intelligence, Pentata Business Analytics. Я попробую все эти системы посмотреть, вам показать. Ну, я не уверен, что это у меня до конца получится. Может быть, имеет смысл каждому взять по одной системе, поставить и сделать какой-нибудь доклад. Ну, это один из вариантов лабораторных работ. Ну, и вот системы оперативной обработки информации онлайн-аналитика в процессе. Они представлены на этом слайде. Вот видим, да, Джаспер Олап, Петанта Модрь. Это, вообще говоря, части вот их линейки продуктов. Что касается Data Mining. Значит, цель Data Mining представить зависимости в самом проработанном случае это набор знаний для базы знаний. Вот есть тоже соответствующие системы обработки информации, например, Microsoft Analysis Services, Oracle Data Miner, Business Object Analysis, и тому подобные вещи. Вот есть открытые, например, Waikato Environment for Knowledge Analysis, Вега, это открытая библиотека для Java, для создания как раз вот Data Mining систем. Вот тут есть еще такая система. Различия между анализом данных и Data Mining, они, вообще говоря, такой жесткой грани установить невозможно. И вот даже пример из жизни Загорулька Николай Григорьевич, это один из наших основателей направления анализа данных в Советском Союзе. Значит, он, я с ним лично был знаком, недолго, правда. Вот. Он рассказывал, что однажды американец, ведущий исследователь в области Data Mining, обратился к нему с просьбой помочь ему связаться с человеком по фамилии Николай Григорьевич Загорулька, потому что он хочет познакомиться с новоположником Data Mining. И Загорулька говорит, так вы видите его непосредственно перед собой. То есть даже американцами признано, что в основе Data Mining лежат труды советских ученых и сам по себе Data Mining он реализуется на основе многомерного статистического анализа данных. Вопрос только состоит в том, в какой конечной форме нам нужно представить результаты. Вот. Но вот этот слайд я добавил к тому, что висит на сайте Letty. Это современное, так скажем, видение аналитических систем. Это так называемая системы бизнес-аналитики и результаты их работы. Вот пример тут, правда, это не совсем Microsoft Power Business Intelligence окно, это какая-то конструкция на основе совместно с дополнительным информационным программным обеспечением. В общем, суть в том, что анализ данных представляет собой не результаты обработки методами многомерного статистического анализа данных, а уже конкретные отчеты в виде наборов таких вот диаграмм. Это же в свою очередь не является регламентными отчетами в виде таблиц и так далее. Эта информация, она, скажем, очень удобна для лица принимающего решения и принимающего решения в рамках оперативного контроля. То есть, он буквально там за пару минут получает эту информацию, смотрит на нее и какие-то решения принимает. И вот основные продукты в этом направлении, вот Microsoft Business Intelligence среди коммерческих, значит, вы можете в принципе выкачать десктоп-версию бесплатно Business Intelligence. В интернете очень много лекций по поводу того, как им пользоваться и как строить вот эти графики. Вот в качестве лабораторной работы можно вот, собственно, взять и установить этот Power BI и выполнить. Ну, я потом в наш канал напишу информацию о том, где можно найти лекции по бизнес-аналитике. В общем, вот взять эту лекцию и попробовать хотя бы повторить то, что делает лектор. Было бы интересно то же самое сделать для каких-то своих данных, если они, естественно, есть, либо данных взятых в интернете. Данные, кстати, можно брать на сайтах производителей баз данных, там Postgres, например, или Microsoft, SQL Server, у них есть примеры, попытаться эти примеры проанализировать, то есть установить SQL Server, подключиться к ним через программное обеспечение бизнес-аналитики и провести какие-то стандартные операции. Очень трудно, я понимаю, что очень трудно делать какие-то глубокие анализы, если не понимаешь до конца предметную область, какие-то вообще модели существуют, поэтому очень трудно требовать что-то от студентов такого Гугукова, но если вдруг у кого-то есть конкретная уже существующая задача, можно отдельно ее рассмотреть, попробовать, и в принципе решение этой задачи может стать как раз и реализация магистрской диссертации в том числе Другой программный продукт это метабейс представляет собой он jar файл можете выгружить установить у себя java и запустить его можно запустить в виде сервера он кстати только в виде сервера и запускается я на одном сервере установил если будет возможно я потом напишу инструкцию как попасть в мою виртуальную сеть и там получить доступ к этой метабазе смог я подключиться к постгрессу но у меня не получилось подключиться почему так к microsoft SQL серверу будем дальше разбираться апач супер сет она вроде как система тоже открытая она вроде как более мощная чем метабейс но мне не получилось установить даже при помощи контейнеров докер опять же будем потихоньку разбираться что к чему если не получится что-то то у этих систем которые я выше перечислил в том числе и power business intelligence у них должны быть облачные варианты уже установлены там для одного пользователя и думаю что можно просто взять их и попробовать на них выполнить какую-нибудь аналитику но также есть система bird открытая облач себя относит к этой области бизнес аналитики на этом собственно все вопросы если у вас возникнут пишите мне в телеграм канал я хочу публиковать эту лекцию на ютюбе если кого-то есть у ютюберов тоже вопросы можно их писать спасибо за внимание надеюсь было интересно и до новых встреч